Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Киселёв Сергей Львович, доктор биологических наук, профессор. Область научных интересов – раннее эмбриональное развитие, репрограммирование, эпигенетика репрограммирования, создание моделей социально значимых и редких заболеваний, методы лечения и скрининг лекарств, генная и клеточная терапия. Профессор Киселёв – один из авторов первого российского и третьего в мире генно-терапевтического препарата для лечения ишемических состояний. Кроме того, им разработаны инвитромодели заболеваний для изучения механизмов патологии и поиска лекарственных средств. Лауреат премии правительства Российской Федерации за разработку новых методов биотерапии рака. На работы Сергея Киселёва ссылается Нобелевский лауреат 2012 года Шинья Яманака. Профессор Киселёв в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте. Добрый день. Спустя почти 4 года после наших первых встреч в этой программе, когда Сергей Львович рассказывал о том, что такое клеточная биология, какая фундаментальная наука стоит за этим, что такое перепрограммирование клеток, какова перспектива развития клеточных технологий. Но сегодня учёные перешли от слов к делу. И начнём мы именно с сегодняшнего выпуска. Мы начнём с события, которое потрясло мир в конце 2018 года. События, я думаю, можно отнести к разряду тех. Жизнь уже никогда не будет прежней. Пожалуйста, Серёжа. Да, конечно же. Это событие. Мир потряс китайские учёные на международном саммите переродактирования генома, который проходил в Китае. В Китае учёный, профессор из Китая доложил, что он использовал технологию редактирования генома, CRISPR-Cas, так называемый, о чём мы об этих таинственных словах мы как раз поговорим дальше, для того, чтобы получить двух девочек, получить двух девочек, именно так сегодня это можно назвать, в которые введена определённая мутация, и эта мутация должна и по биологии человека, как уже эта информация есть об этой мутации, так и с точки зрения китайского учёного, предохранить в будущем этих двух девочек от такого заболевания, как вирус ПИДа, как ВИЧ-заболевание, когда вирус не будет как раз инфицировать клетки, мишени в организме человека. Конечно же, профессор Хе Цзян Куй, когда рассказал это 26 ноября, сделал этот доклад, это было такое потрясение для всего мира действительно, и пошли волны, конечно же, причём такие волны, которые даже привели к такой информации, что профессор находится под арестом, поскольку он сделал совершенно противозаконное дело. Но он просто перестал на комментарии отвечать, реагировать, и как бы исчез. И как бы исчез. Но потом было разъяснение его университета, и в общем-то мы поговорим об этом, в частности о профессоре, о технологии редактирования, генома в том числе. Ну вот сразу хочу сказать, что заглавия газет гласили, что ГМО-близнецы, генетически модифицированные организмы-близнецы. Да, с точки зрения технологии генной инженерии, конечно, родившиеся близняшки являются генетически модифицированными. Но надо сказать, что все мы и в нормальной жизни немножко генетически модифицированные, либо рождаемся, либо становимся. У нас проникают различные вирусы, вирус герпеса, например. Раз проникнув, он уже постоянно живёт, у нас цитмегаловирус и так далее. То есть на самом деле мы почти все генетически модифицированные. Другое дело, мы случайно генетически модифицированы, спонтанно. Эти же близняшки родились генетически модифицированные с определённой целью. Так что же это такое редактирование генома и особенно с использованием так называемой системы CRISPR-Cas? Тут как раз написана английская аббревиатура. Это кластеризованный кластерит, то есть идущие группами, регулярно прерываемые, регулярно интерспейс, короткие, палиндромические повторы. Значит, тут вот очень хорошо вспомнить русскую литературу, поэт Вильмира Хлебникова, и как раз почитать его палиндромы. Вот каждое это предложение, каждая вот эта строчка, она представляет как раз регулярно прерываемые промежутками, короткие палиндромы. Мы читаем кони, топот, инок, либо с обратной стороны можем читать то же самое. И вот такие последовательности были открыты в бактериях, были открыты они совершенно замечательно изначально. Надо сказать, что наш, во-первых, советский сотрудник поучаствовал в их открытии, во-вторых, это наш хороший знакомый, Саша Болотин, кота, собственно, во Франции. Эти все повторчики, вот такие вот замечательные, как стихи, они возникли из того, что французские, бельгийские сыровары обратились к ученым с вопросом, а почему перестали получаться сыры? И изучите, почему так. Ученые стали изучать, и оказалось, что те микроорганизмы, которыми они инфицируют молочную массу для сбраживания, бактерии приобрели устойчивость к бактериофагам, которые должны убивать бактериофаги. И эта устойчивость стала передаваться бактериям по наследству, то есть как бы получился врожденный иммунитет. И как раз этот врожденный иммунитет и был закодирован вот в этих вот инвертированных, полиндромных, коротких, прерывающихся, кластеризованных повторов, которые находились, закодированные в геноме этих бактерий. Что же на сегодня, когда хорошо известно, это исследования, они начались в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Кстати, Саша Болотин приезжал и в Новосибирске, выступал с лекциями, с началом этих исследований, это примерно 2006-2007 год, мы там с ним пересекались. Что же сегодня представляет и в чем замечательная вещь, в чем заключается самая чудодейственная вот эта вот CRISPR-Cas9-Cas9-система. Мы тут воспользуемся замечательным фильмом, который предоставляет журнал Nature и который находится в свободном доступе. Значит, тут изображена молекула, молекула белка, которая специфически может распознавать нуклеиновую последовательность. Вот тут, так сказать, которая связана, прошу прощения, которая связана с так называемой направляющей РНК. Вот эта молекула белка это направляющая РНК. Красненькая. Красненькая, то что находится. В чем смысл этой направляющей РНК? Это тоже последовательность нуклеиновых кислот, которая находит совершенно точно такую же последовательность на ДНК, последовательность ДНК, которая лежит в хромосоме внутри генома, внутри клетки. То есть не надо ничего из клетки доставать, извлекать. Это все происходит внутри клетки. Значит, наша направляющая РНК вместе с белком определенным, который называется коснайн, находит последовательность на хромосоме. Причем эту последовательность находят с исключительной точностью. Если мы можем синтезировать вот эту направляющую РНК и заложив в нее определенный порядок букв, определенный генетический текст, точно такой же текст уникальный будет найден и в любой хромосоме. После того, как подобная последовательность найдена, то кроме последовательности РНК с этим связывается и сам белок, происходит расплетание нитей ДНК, как здесь показано. И тут проявляется дополнительная ферментативная активность этого фермента, которая может привести, как тут показано, к разрыву цепей ДНК. несомненно, если у нас разрываются цепи ДНК в клетке, это не очень нормальный процесс для клетки, для клетки высших организмов, ну так же, как и для клетки нижних организмов. И этот разрыв, он должен быть починен, починен с помощью других ферментов, называется ферменты репарация. У нас происходит починка за счет того, что встраиваются некие буквы генетического текста. Увы, процессы репарации иногда работают не очень точно, поэтому вы видели, встроились черненькие буквы, может быть, не совсем правильные, и поэтому может быть и работа гена инактивирована. Когда у нас неправильно проходит репарация, мы видим, тут изображено другим цветом, этот фрагмент ДНК, ген, он перестает работать, то есть, таким образом мы можем инактивировать функцию гена. также этот фермент может быть использован и по другому совершенно назначению. Если мы, например, к молекуле белка присоединим какой-то нам желаемый белочек, например, белок, который будет связываться и активировать определенную последовательность ДНК, то есть, обеспечивать, наоборот, работу гена. Также, возможно, совершенно другие варианты развития уже системы, когда у нас эта система может служить и для модификации конкретных нуклеотидов. Сегодня, на самом деле, у этой системы CRISPR-Cas9, кроме ее прямого назначения разрезания ДНК, есть еще порядка десятка применений, очень интересно, но научно. Нам же нужно сегодня для дальнейшего разговора, на самом деле, только то, что уже прозвучало в тексте, что происходит разрезание ДНК, и в это место либо происходит неспецифическая репарация, ген перестает работать, либо наоборот, мы можем используя известное свойство гомологичной рекомбинации, если мы введем еще донорную последовательность ДНК, то можем восстановить неправильно работающий фрагмент гена. Но это, опять-таки, более сложно. Все, что сделал китайский ученый, на самом деле, он использовал самое начало фильма, там, где он разрушил ген, введя мутацию, определенную в генетический код этих двух близняшек. Как это произошло, мы узнаем дальше. А теперь хотел бы я, значит, я бы хотел обратиться к тем, собственно, людям, личностям, которые изобрели это замечательное свойство системы CRISPR-Cas9. Как инструмент применили для того, чтобы проводить геномное редактирование, то есть корректировать генетический текст. Например, к сожалению, у нас знакомый Саша Болотин оказался вне вот этого патентного поля, потому что он изучал, делал науку фундаментальную, ну, а все Он не предлагал это использовать. Он не предлагал это использовать, да. А вот эти две замечательные дамы, Дженнифер Додна, Эммануэль Карпентер и Фен Жанг, они оспаривают между собой приоритет. Слушай, а Джордж Черч там каким-то викс тоже боком? Черч нет. Черч меньше, в его лаборатории много чего происходило, но все-таки приоритеты. Вот тут как раз, ну, собственно, я думаю, что кто-то из них, они уже выдвигались все на Нобелевскую премию. Они кучу других получили. Они получили много других. Но не Нобелевскую. Но не Нобелевскую. Пока. 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 А вот здесь вот как раз находится такое колесо, которое изображает коммерческие компании с участием вот этих трех замечательных ребят. также какие некоммерческие организации либо каким образом они сами входят в эти компании. И также в центре находятся возможные клинические применения, часть из которых мы сегодня рассмотрим. То есть на самом деле ситуация парадоксальна. Вроде бы технология открыта в том числе и нашим знакомым. применяет ее сейчас китайские ученые. Реально вот эти три человека даже дрались за патенты кому бы принадлежать. Создали фирмы. То есть создается сейчас такая ситуация во всем мире, что с одной стороны вот например эти люди могут ограничить коммерческое использование замечательной технологией, которая должна дать очень много хорошего возможность исправлять неправильные нехорошие мутации. но если это будет коммерческое использование, то тогда у них надо покупать лицензию, патент и это сильно ограничивает. С другой стороны китайский ученый берет это и делает. На самом деле до китайского ученого конечно же были очень большие шаги, в которые некоторые из этих людей были вовлечены. вот статья конца 2013 начало 2014 года первая замечательная публикация была в журнале Nature Biotechnology в чем суть этой публикации. исходно существовала некая мутантная крыса, у которой был с помощью метода генетического нокаута, мы это даже обсуждали в предыдущих лекциях, удален фермент из генома и эта крышка могла жить только если ей этот фермент угладился извне. Иначе гепатоциты погибали. Этот фермент как раз поражал отсутствие фермента поражало печень, гепатоциты печени. Вот это всего лишь была одиночная замена во всем генетическом тексте, а в каждой клетке длина генетического текста 3 гигабайта, если говорить сегодняшними информационными технологиями, то есть вот это один байтик, а 3 гигабайта и среди 3 гигабайт в каждой клетке, в каждом гепатоците печени надо найти эти буквы. Так что сделали, как вылечили эту мышку? Значит соответственно система для редактирования генома на основе как раз CRISPR-Cas9 исправляющая мутацию была сделана на основе нуклеиновых кислот, введена вот как тут указано спринцем в хвостовую вену мышки и после этого оказалось, что произошло исправление мутации как раз вот этой нужной мутации и эта мышка оказалась способна существовать без дополнительных вливаний фермента. при этом оказалось, что всего лишь навсего порядка одной тысячной доли клеток печени было исправлено всего-навсего, но тем не менее уже было достаточно для того, чтобы животное существовало. На основе этого исследования была организована компания Erisos Medicine, которая в 2014 году уже привлекла 43 миллиона долларов на американском финансовом рынке. Достаточно приличные такие суммы. Ну, следующее потрясение и было первое испытание системы CRISPR-Cas9 на человеке и это было сделано в Китае. Таласемия, да? Нет, это не Таласемия. Это не Таласемия. Таласемия делалась позже и в Соединенных... Ну, гораздо позже. В Китае делалась на эмбрионах. В Китае, но она... Нет, это на эмбрионах. Это на людях. Это просто на людях. Но, вот как вот сначала мы рассмотрели, как это делалось на крысках, теперь это уже шаг, который был сделан через два года, это уже на людях в ноябре 2016 года. Что китайские ученые сделали? Сегодня очень интересной перспективной мишенью противоопухолевого воздействия является так называемый PD-1 рецептор. Рецептор программируемой смерти номер один. К сожалению, почему это актуально и почему ученые... Это Нобелевская премия этого года. Совершенно верно, Нобелевская премия этого года. Потому что, значит, Т-клетки, цитоксические, Т-лимфоциты, они в норме экспрессируют на своей поверхности Т-клеточный рецептор, который должен узнать опухолевый антиген. Но для того, чтобы не возникало аутоиммунной реакции у этой Т-клетки, значит, она в норме несет на своей поверхности вот этот PD-1 рецептор. А вот есть... И поэтому, если этот PD-1 рецептор взаимодействует со своим легандом на нормальной клетке, нормальной клетке организма, то эта Т-клетка должна погибнуть, чтобы она не убила нормальную клетку. Но чего умудрились делать опухолевые клетки? Они умудрились на своей поверхности экспрессировать PD-1 леганд, и таким образом те клетки, Т-клетки, токсические лимфоциты, которые распознают опухолевые клетки, оказываются убитыми этими же опухолевыми клетками. И за что дали, собственно, Нобелевскую премию за этого года, за то, что был изучен вот этот механизм и предложен способ использования этого механизма для того, чтобы бороться с опухолевыми. Каким? Какой способ? А вот если мы каким-то образом предотвратим это влияние, вот как тут показано, например, связывание каким-нибудь антителом, вот сейчас есть уже коммерческие антитела, есть растворимые также леганды и так далее. Все, тогда у нас не происходит распознавания PD-1 легандом. И опухоль становится уязвимой Т-клеток. Да, и опухоль становится мишенью для Т-клеток погибают. Так что сделали китайские ученые? Они применили вот этот подход, только используя систему CRISPR-Cas. Они берут пациента, онкологического пациента, в первой фазе, в начале это было около полутора десятка человек, сегодня больше ста человек уже лечатся подобным способом. Из них извлекают стволовые клетки крови, так, с помощью лейкофереза выделяют, после этого с помощью системы CRISPR-Cas удаляют поверхности стволовой кровотворной клетки как раз PD-1 рецептор и вводят это обратно человеку. Из этих стволовых клеток крови формируются Т-клетки, которые уже не будут нести этого рецептора, соответственно, они будут отвечать на опухоль. И это работает, это совершенно первое применение системы CRISPR-Cas на человеке, поэтому журнал Science в 16-м году вышел с такой надписью, что китайские ученые стали первыми, кто запустил CRISPR в людей, как спутник 2.0. Потому что, конечно же, Соединенные Штаты до сих пор в завитках на спутник 1.0, который когда-то запустил Россию, соответственно, вот это спутник 2.0. То есть, это оценка со стороны Соединенных Штатов. Действительно, это был колоссальный шаг использования, но это было использование только на определенных тканеспецифичных клетках. Только Т-клетки. А какая опухоль была? Или это неважно? Первые пациенты были опухоль легкого. Первые пациенты сейчас, которых больше сотни, честно говоря, я уже сбился. Там уже разные идут. Вообще, если говорить о системе CRISPR-Cas9, конечно, это была не первая технология редактирования генома. Вот тут представлена такая небольшая эволюция технологии редактирования генома. Вообще первая система редактирования генома была даже предложена и создана в том числе опять-таки с участием российских ученых Федора Урнова, который работал в компании Sangamma Bioscience, по-моему Sangamma Bioscience называлась, и предложил так называемые нуклеазы на основе цинковых пальцев. Цинковые пальцы это белки, которые очень точно распознают тоже генетический текст, и если к ним пришить с помощью генной инженерии нуклеазы, то, что разрезает ДНК, то тоже цинковые пальцы будут распознавать определенные последовательности ДНК, а нуклеазы будут разрезать. Потом появились так называемые уже биологические системы Таллины были сделаны в 2010-2011 году, более биологическая такая система, не такая искусственная, и в 2012-2013 появилась система CRISPR-Cas9. Что в этом главное? Если мы посмотрим на то время, которое требуется для того, чтобы провести эксперимент с нуклеазами типа цинковых пальцев, это месяцы. Это надо подбирать нуклеазы, их синтезировать, делать. Это конструкцию надо создавать. Это конструкция, это подбирать, это все очень-очень тяжело. Длительно просто, много времени требуется. Если используются Таллины, это уже недели, но все равно порядка нескольких месяцев может потребоваться. Для системы, чтобы совершить геномное реактирование с помощью системы CRISPR-Cas9 требуется несколько дней. То есть время сокращается значительно. С периода в полгода реально сокращается до несколько дней, и мы можем редактировать геном. конечно, когда появилась такая замечательная возможность, то в 2015 году собралось ООН, а также первый саммит по геномному редактированию человека. Все сказали, да вы что, биоэтика, мы все должны остановиться, мы все должны замереть, пока мы не научимся, не поймем, как это, как это. Это так опасно. Поэтому мы ничего не должны делать. Да, и все сказали, мы ничего не будем делать. Там 39 или 40 стран сказали, мы не должны делать. Тут же в апреле 2015 года вышла статья китайских ученых, что они впервые использовали систему CRISPR на эмбрионах человека, но эмбрионах не жизнеспособных. И в дальнейшем не жизнеспособных. Но тут же появилась первая статья уже в 2015 году. В 2016 году британские ученые продолжили, взяли эстафетную палочку китайских ученых и тоже стали проводить эксперименты на эмбрионах. В чем принципиально отличаются эксперименты на эмбрионах с использованием системы CRISPR косна эмбрионах человека? То, что эмбрионы человека, во-первых, они могут дать начало рождения и самому человеку, и более того, в этом случае модификации, сделанные на ранней эмбриональной стадии, потом попадают в зародышевый в половой путь и передаются дальнейшим следующим поколениям. Это принципиальная вещь. Если предложенный способ китайскими учеными редактирования генома для лечения рака на основе Т-клеток касался только клеток крови, и только клеток крови, и это не попадает в зародышевый путь, то это должно передаться по наследству. Итак, в 16-м году китайские ученые впервые применили CRISPR на человеке, об этом мы говорили, а в июле 2017-го года уже американские ученые впервые применили систему CRISPR на эмбрионах человека. И вот в 18-м году мы слышим, что китайский ученый, мало того, что он применил на эмбрионах человека, но не использовал их для имплантации, а пошел дальше, использовал систему CRISPR косная как раз для того, чтобы родились люди, две девочки. Ну, мы сейчас говорили в том числе и перед тем, как мы скажем, как все-таки родились эти девочки, какие две технологии замечательные были использованы. Хочу опять вернуться к тем запретам, которые были приняты в 2015 году и которые, как мы видим, не очень соблюдаются. Вот, например, Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах существует запрет на использование государственных средств для подобных экспериментов. На частные средства запретов никаких нет. Эксперименты могут проводиться. Например, в Англии. Опять-таки, там существует, как мы видели, там сделаны подобные эксперименты. Определенное бюро по эмбриологии и оплодотворению, которое выдало разрешение, и оно выдает разрешение, и, в общем-то, его можно абсолютно нормально получить. В этом плане, конечно же, законодательство Англии, наверное, находится, оно лидирующее в мире сегодня, потому что... Там же у них и митохондриальные заболевания, трехродительские, так сказать, дети. И это совершенно свободно, так сказать, лаборатория должна... Это агентство как бы знает, кому оно выдает, и оно отслеживает. Конечно, конечно, лаборатория должна обладать определенным уровнем, навыком, опытом и так далее, но запрета, оголтелых запретов никаких нет. Но вот Германия тут придерживается и многие европейские страны, что, значит, ни в коем случае нельзя ничего использовать, и у них даже это связано с уголовной ответственностью, поэтому и в Германии, и в Европе, в общем-то, далеко, скорее всего, будет до подобных вещей. Италия относится, Польша относится, Испания относится, все, вот, попадает в четвертую группу. В Японии, в Китае, в Индии, в Ирландии, в общем-то, приняты некие гайдлайнс, то есть, рекомендации и некие ограничения по использованию системы CRISPR-Cas9 для редактирования генома, но которые в реальности не соблюдаются ими не очень следуют. То есть, там, поскольку это не связано, в отличие от Германии, с какими-нибудь уголовными преследованиями, ну, нельзя, ну, извините, сделала. Ну, так получилось. Так получилось. Значит, ну, вот, Россия тут находится, то есть, если коротко сказать, можно ли сегодня делать в России, можно, свободно, легально, без проблем. И, конечно же, на мой взгляд, тут бы российским ученым и воспользоваться всем этим, потому что... Ну, здесь ограничения другого рода? Никаких. Нет? Я не имею в виду законодательные возможности. Это другое дело. Я про это. Это другое дело, но, смотрите, ну, в United Соединенных Штатах тут же, тут же только государственные фонды нельзя использовать. Негосударственные это можно. У нас же тоже есть, наверное, негосударственные возможности какие-то. Наверное, я не знаю. Не знаю. Ну вот, а теперь, собственно, какая вторая, какая первая замечательная технология была, которая позволила... И с кем себя сравнивает Хэдзиан Куй? Говорит, ну, я как Роберт Эдвардс, ну, его же тоже, мол, критиковали, а я как он. Я абсолютно тут солидарен с китайским ученым и хочется рассказать вот историю коротко Роберта Эдвардса. По сути, уже более пяти миллионов человек сегодня рождено с помощью его технологии. Технология искусственного оплодотворения, экстракорпорального оплодотворения, оплодотворения вне организма человека, оплодотворения в пробирке. Роберт Эдвардс начал свои работы в середине сороковых годов, в конце 60-х годов он уже был полностью готов к тому, чтобы перенести свои опыты на человека, обратился в Medical Research Council, это медицинский совет английский, с просьбой выдать ему грант на проведение подобных исследований. Ему ничего не дали, сказали, что это невозможно и не нужно и вообще как такое. И прошло только 10 лет, там, практически 10 лет, когда в 77-м году он первый раз делал, в 78-м году, 1978-м году родилась первая девочка с помощью этой технологии. А в чем заключается технология? То, что берется яйцеклетка и, собственно, как делал китайский профессор. Он брал неоплодотворенную яйцеклетку, которая предназначалась для экстракорпорального оплодотворения ЭКО, проводил в искусственных условиях, тут показана чашка Петри, ее оплодотворение сперматозоидом. Далее следовало развитие некое и до того, как происходило деление до двухклеточной стадии, ну, честно говоря, тут я немножко фантазирую, могу сказать, почему. Потому что совершенно точно, как он делал, пока еще никому не зависит. Но предположительно, ну, мы чуть-чуть дальше продолжим, вернемся к этому вопросу тоже. На стадии одной клетки он как раз применял систему CRISPR-Cas и при этом он вводил известную человечеству мутацию в известный рецептор, который определяет эта мутация в этом рецепторе определяет устойчивость человека к инфекции. Это природный вариант. Это природный вариант. 100% европейцев. Совершенно верно. Он просто как бы китайцев в этом плане по этому рецептору приобщал. Как европейцы. Совершенно приобщал к европейцам. Вот и все. То есть, ничего он не фантазировал. И в дальнейшем происходило деление этих клеток до стадии благостациста, имплантация и, собственно, рождение двух замечательных девочек, конечно, за судьбой которых мы будем следить, так же, как следили за судьбой первой девушке. Люси Браун. Люси Браун, у которой сейчас уже в 78-м году она родилась, соответственно, у нее уже дети, свои, да. У нее свои дети, которые родились совершенно нормально. Для Роберта Эдвардса тогда был это, конечно же, совершенно фантастический шаг. Такой же шаг это и для... Но вроде бы у одной из девочек сохранилась однокопия. Да. по данным его презентации там покопались эксперты. Да. И тут я хочу обратить опять, так сказать, на такой русский след во всей этой истории и хочу, значит, процитировать статью 2017 года. Шухрат Металипов, да. Совершенно верно. Нашего старого знакомого Шухрата Металипова, который в начале 90-х уехал из России в Америке, прекрасно там работает и, собственно, который как раз в 2017 году использовал систему геномного редактирования на эмбрионах человека в Америке. Другое дело, что до рождения, до репродукции человека это доведено не было. Ну, в чем заключалась его работа и, собственно, почему вторая девочка у китайского ученого могла не до конца быть отредактированной. Собственно, Шухрат Металипов показал, что если использовать вот тот ту технологию, детали, той технологии, которую я рассказал на предыдущем слайде, что на стадии одноклеточной, но зиготы применять систему CRISPR-Cas, то у нас получаются, могут получаться либо мозаики какие-то, то есть в некоторых клетках не происходит геномного редактирования. Оно может также произойти в той же самой клетке, но не до конца, только одна аллель может быть удалена. А вот когда Шухрат вводил на стадии аоцита еще определенной, S-фазы, то тогда он как раз и получал однородный эмбрион, который нес отредактированные обе аллели. Конечно же, это достаточно важно, это фундаментальная работа, говорящая о технологии, но важнее всего на самом деле, мне кажется, что вот китайский профессор, профессор Хе, его для краткости называют, так вот профессор Хе это то же самое, наверное, как вот древний человек, который первый, встав на бревно или на какую-то мутную латчонку, оттолкнулся веслом от суши и ушел за горизонт. Он совершенно не знал, что там его ждет. Но если бы этого человека не было, этого человека, который решился бы это сделать, то человечество никогда бы не стало тем, что оно сейчас есть. Мы даже не знаем, может он и утонул тот первый вообще. Второй пойдет, третий пойдет. Это должно быть. Если этого не будет, человек перестает быть человеком. Но как говорят эксперты, Дианько он может быть даже не первый, но уж точно не последний. Абсолютно. Точно не последний. Он первый, кто сказал об этом? Громко. Кто сказал об этом? Кто провозгласил? Понимаете, но тот же самый Эдвардс, он ведь тоже был такой же первый, который сказал я сделаю искусственного человека. Он же преодолел фантастическое совершенно давление со стороны церкви. Это было что-то немыслимое. Полет Гагарина. Кто? Он явно знал, что он может быть очередной собакой всего лишь навсего, а не первым космонавтом. Но, тем не менее, это надо делать. И только это, поступки такие решительные, они, наверное, сохраняют в человеке человеческое. Он полностью не уходит под власть масс, массового сознания, во власть не попадает в сети. Не попадает в сети. Согласна. Это было событие, а теперь все-таки немножко и о других замечательных событиях, практических, которые произошли за последние лет, что мы не встречались. Декабрь 2017 года в Соединенных Штатах одобрена как рутинная практика генная терапия заболевания, врожденного заболевания, Амаврос-Либера, где с помощью аденоассоциированного вируса вектора, который называется вектором, вводится починенный ген РПЕ-65, нормальная копия гена РПЕ-65, и если это врожденная слепота, и если это молодые люди, у взрослых эффективность очень низкая, ну, понятно, там полностью дегенерирован, произошла дегенерация пигментного эпителия сетчатки, у молодых детишек еще не до конца, то происходят значительные улучшения, и это уже одобрено к использованию, и тут же стартовали клинические испытания такого же подхода, но уже с другими генами, это ЭБИСЕ-4, это болезнь Штатгарта, это променин, который тоже может быть из Штатгарта, то есть это все целый ряд генов, связанный с патологиями именно пигментного эпителия сетчатки, либо рецепторов, то есть это взрыв, а это лекарство, называется оно люкстурно, люкстурно, свет, свет. Да, тут редактирование генома не отстает, и вот только что, это собственно декабрь 2018 года, это данные от фирмы Эдитас Медицина, о которых мы уже говорили, что они хотят с помощью как раз системы CRISPR-Cas произвести редактирование, но одной единственной токомутации, тоже в гене РПЕ, но одной единственной мутации. Смотрите, тут, скажем, недостаток в данном случае системы CRISPR-Cas тот, что это не универсальная вещь, которая исправляет весь ген, как поездочный соседей. Это под каждую мутацию. В случае, если мы используем аденовирус с нормальным геном, аденосоциированный вирус, то у нас вне зависимости от мутации происходит исправление гена. Но несмотря на то, что только под это, очень хорошо получили 25 миллионов долларов от аллергана и вообще у них с компанией аллерган 40 миллионов долларов контракт. Очень хорошо продвинулись вперед и зарабатывают деньги на своих патентах и так далее. Опять-таки мы говорили об этом, о лимфоцитоз, тяжелый комбинированный иммунодефицит. В конце 90-х начались клинические исследования, используется ретровирусный вектор, который доставляет нормальную копию гена. Были негативные случаи, клинические исследования приостанавливались. Есть книга «Мальчик в пузыре» снят. Песни про него слагались. Нет иммунной системы у детишек, изолированы, должны погибать. И в 2017 году, в начале 2017 года одобрено опять-таки и в Соединенных Штатах, и в Европе как рутинная клиническая практика для этих детишек генная терапия. Когда по схеме, которую мы с вами обсуждали, выделяются из пациента стволовые клетки крови, туда вводится нормальная копия гена, эти стволовые клетки крови имплантируются обратно к пациенту, у него оказывается нормальная копия гены, и сейчас в 80-90% случаев излечения на всю жизнь детишки живут не в пузыре, а ходят в школу, обнимаются со сверстниками, они социальны, они находятся в такой изоляции. Конечно же, это совершенно фантастический и долгий путь, и путь неудач, то есть это конец 90-х, это практически 20 лет. Ну, это, собственно, помните, это неудача, Джесси Лессингер, да, по ней? Джесси Лессингер, это другое, это другое, да, там летальный случай, но он откинул все направление, то есть, конечно же, это в Америке, тогда все прекратилось, к счастью, эти исследования были начаты и проводились в Европе, во Франции они тоже были установлены, когда у двух девочек обнаружили проявление опухолевого фенотипа у клеток крови, но родители этих детей вышли на демонстрации и сказали, что онкологические заболевания крови сегодня лечатся в 70-80% случаев, а эта болезнь неизвестима, поэтому продолжаем. Надо сказать, что, ну, может быть, звезды так стояли, может быть, еще что-то, но больше негативных случаев при данном подходе терапии этого заболевания не встречалось. опять-таки, говоря о генной терапии, нельзя не сказать, это 2016 год, добрин к использованию генной препарата, это опять как коммерческая доступная вещь, как таблетка, которую можно в аптеке купить. Ну, к сожалению, для лечения весьма, так сказать, продвинутых стадий меланомы, только пока рекомендован этот препарат, но, тем не менее, он справляется на основе вируса герпеса, препарат, несущий ген GMC-SF, тут надо опять вернуться к российскую историю, но тут я могу похвастаться, что, например, один из наших подходов, когда мы разрабатывали противоопухолевую вакцину, из-за которой даже получили госпремию, правительство в свое время, вот, то, одним из компонентов был как раз и ген GMC-SF, и предложенный, используемый здесь подход, это стимуляция врожденного иммунитета, тогда эта программа очень хорошо двигалась за счет поддержки, в том числе, и правительства Москвы. Ну, теперь переходим, теперь переходим к клеточкам, поскольку предыдущие наши разговоры во многом касались клеточных технологий, и последние несколько лет это действительно было такое шествие использования эмбрионально-стреловых клеток человека в практической медицине, или хабида начала, может быть, еще больше будет. конечно, сейчас это только начало пути, вот если генная терапия, о которой мы только что закончили говорить, это уже то, что одобрено к использованию, то, конечно же, о чем сейчас будем говорить, это начало клинических исследований, это только первые шаги, которые делаем, когда испытываем те или иные технологии на людях. Но испытываем уже очень много, уже знакомое нам заболевание макуалодистрофия сетчатки, того или иного генеза, может быть, возрастная, может быть, наследственная, но уже проводятся, проходят сейчас 15 клинических исследований, некоторые находятся во второй фазе в США, Англия, Корее, Китай, Бразилия. То есть уже очень серьезные, причем очень хорошие результаты даются получают в этих исследованиях. Острая травма спинного мозга, теперь это проводит фирма Астерис, терапиотикс, биотерапиотикс, немножко сменился, владелец. Герон, все права поначалу. Да, да, но Герон сказал, что он не будет заниматься клетками, поскольку он концентрируется на противоопухолевых веществах, и поэтому права были перекуплены другой компанией. Это продолжается, исследование идет. Пока все результаты положительные, но они себе поставили очень длительный срок, там порядка 10 лет они будут проводить наблюдения за пациентами. Поэтому таких вот быстрых результатов на сегодня нет. Но тем не менее идут испытания на людях. Болезнь Паркинсона. В США получено одобрение на использование. Пока нет информации о том, что кому-то это было введено. В Европе тоже пока нет, но в Китае уже есть. А то, что они вводят, другое дело, что хороших научных статей из Китая по терапии Паркинсона пока нет. Но там все непросто. Я говорила с биологами, там свои. Именно в случае Паркинсона. К Паркинсона мы еще вернемся. У нас еще поговорим о Паркинсоне, когда будем говорить о репрограммированных клетках. Вот диабет. Понимаете, диабет первого типа, причем аутоиммунный диабет. И в Соединенных Штатах закончена первая фаза клинических исследований и планируется уже и вторая фаза продолжения начатых, а также объявлена уже первая фаза немного модифицированной технологии. В чем заключается технология? Аутоиммунный диабет это значит, что клетки поджелудочной железы, инсулино-секретирующие, они уничтожаются клетками иммунной системы. И сколько ты не подсаживай там каких-то донорских, это будут уничтожаться. Поэтому ученые взяли из эмбрионально-стволовых клеток получили инсулин продуцирующие клетки, но поскольку полученные клетки, они все равно несовместимы во-первых с донором, во-вторых у донора будет ответ аутоиммунной реакции, они будут уничтожаться, они их поместили в полупроницаемый контейнер. Так, что клетки иммунной системы не могут проникать в этот полупроницаемый контейнер, а питательные вещества либо инсулин он может секретироваться. Вот эта капсула была имплантирована небольшому количеству людей, но тем не менее на протяжении трех лет за ними велся мониторинг, она имплантировалась внутрибрюшинно. И результаты положительные, сейчас это исследование развивается. Ну и то, что было объявлено исследование, на самом деле пока еще нет никаких данных, только появилась информация, это сердечная недостаточность во Франции тоже с помощью производных эмбриональных стволовых клеток. В общем-то потихонечку эмбрионально-стволовые клетки, так боялись, они потихоньку начинают поднимать голову, так скажем. Давайте перейдем уже к другим клеткам уже с использованием IPS-клеток, индуцированных, плюрипатентных стволовых клеток или репрограммированных клеток, тех клеток, за которые в 2010 году технологию за это получил Ногилевскую премию японский ученый Шинья Яманак. Вот. Ну, тут вот приведено на верхней панельке я привел наши работы как раз, которые мы ведем с этими клетками и вот тут пигментные петели сетчатки, кстати, в котором мы провели геномное редактирование и исправили мутацию в принципе, конечно же, от определенной группы пациентов, которые внесли определенную мутацию семейную и потенциально есть материал для терапии. Но, к сожалению, пока до этой стадии до клинической апробации мы не дошли. А вот ученые, японские ученые очень успешно начали применение сначала клиническое исследование в сентябре 2014 года, так, что успешно закончилось и было опубликовано в апреле 2017 года, но всего была одна пациента. Всего была одна пациентка и, так сказать, это японское исследование было приостановлено. Почему? По двум причинам. Во-первых, пришло осознание, что вот так вот персонально для каждого готовить индивидуальный препарат это куча времени, куча денег и медицинская система ни одна медицинская неделя не готова к тому, чтобы столько времени, надо что-то менять. Второй момент, то, что в любом случае это длится все долго, пока мы возьмем, кстати, законы Японии были весьма близки к законам Российской Федерации, были близки, проходят десятки лет необходимые исследования на разных животных, обезьянах, в общем, колоссальные деньги, все это откладывается, откладывается, люди нуждаются, нуждаются, и в 15-м году японская система здравоохранения была пересмотрена так, чтобы сократить путь современных биомедицинских продуктов до пациентов, и при этом обеспечив безопасность для пациента, а также интерес исследователей либо инвесторов, которые в это инвестируют. Поэтому протокол 2014 года был аннулирован, и в 2017 году уже по другому протоколу, и уже не аутологичные, то есть не собственно пациентные, а чужеродные клетки from another person от другого человека, были опять-таки трансплантированы для лечения возрастной маклодистрофии. Две вещи были учтены в новом протоколе, как я сказал, это новое законодательство японское и оптимизация индивидуальности. В чем заключается оптимизация индивидуальности? Когда мы говорим совместимы и несовместимы иммунологически, у нас есть комплекс гиссовместимости и челей, он опять-таки находится на двух хромосомах, он может быть как любой ген либо гетерозиготин, то есть тут один, тут другого типа, либо гомозиготин, то есть они одинаковы. Причем если вот гомозиготные у нас имеются клетки, которые несет гомозиготу гомозиготин, то мы вот эту линию клеток можем трансплантировать вот этого персона, она будет, поскольку красненькая присутствует, она будет совместима. Если у нас имеется две синеньких, мы тоже этой же персоне можем трансплантировать подобные, они будут совместимы. Гомозиготность встречается нечасто, но тем не менее она встречается. Так вот как посчитали, что 10 линий гомозиготных ЭСК либо IPS-клеток например будут совместимы с 40% населения Англии, а для Японии всего 50 линий гомозиготных IPS-клеток выбранных из примерно или взятых от 100 тысяч доноров, то есть надо проанализировать 100 тысяч доноров цифры немножко расходятся 24 там 160 но они будут совместимы с 90% Японии населения Японии то есть банк всего лишь из 50-40 линий клеток даже 100 это тоже конечное число это не столько сколько людей то есть повезло Японии нам повезло меньше поскольку для европейской популяции 20 наиболее часто встречающих гомозиготных и челей гоплотипа значит соответственно покроет 50% населения но все равно это 50% населения это большая доля для африканцев 22 да для африканцев еще меньше но тем не менее собственно что сделали в Японии они объявили у себя программу по которой они создают подобный банк и тот пациент который уже получил вот клетки пигментного петель ретины от другого персоны собственно это те клетки которые получены уже вот из этой линии банкированной и находящейся в депозитарии в Японии кстати эта линия одна единственная линия она будет достаточно для получения клетчатого материала примерно для 8% населения Японии что тоже ну вот мы опять возвращаемся к болезни Паркинсона не буду останавливаться гибнут дофаминергические нейроны потому что они секретируют сигнал была объявлена когда-то программа в конце 90-х начала 2000-х по трансплантации абортивного материала нейронов извлеченных из абортивного материала она шла в Европе долго шла несколько исследований было в Америке на которые были остановлены потому что там были получены негативные ну а европейцы тихо 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 довели до конца свою программу а потом в 2014 году опубликовали работу в которой проследили за долговременным клиническим выходом из подобной трансплантации и оказалось оказалось что на самом деле подобная трансплантация работает и очень хорошо поэтому была объявлена программа трансевро которая называлась она была объявлена в 2010 году а закончилась она вот в этом году в рамках которой с помощью фитального материала должно пройти терапию около 100 человек больных паркинсона она продолжает сейчас идти она немножко сдвинулась так сказать по времени опять-таки в средстве регуляторных каких-то вещей но европейцы считают что это будет эффективно хотя параллельно вместе с Англией с Британией с США и Японией для лечения болезни паркинсона был образован так называемый GFOS PD это Parkinson's disease расшифровывается когда и материал нейроны из фитального материала из бортивного материала и полученный из эмбриональных стволовых клеток из репрограммированных клеток будет использован для лечения болезни паркинсона более того в Японии конечно же на я решил пропустить чтобы не останавливаться я так чувствую у нас время подходит Япония очень тщательно подходит как я сказал по законодательству эти работы эта работа проводилась еще до вступления в силу нового законодательства поэтому они на обезьянах на приматах изучили эффективность применения дофаминергических нейронов при паркинсонизме оказалось что это эффективно и в ноябре 2018 года первый пациент в Японии уже получил дофаминергические нейроны которые получены из репрограммированных тех же самых что сегодня использовались для лечения источник клеток то есть это универсальность это стандартность это очень конечно здорово тут показана проблема которая есть это проблема крови она есть во всем мире донорская есть проблема и ретроцитарной массы тромбоцитарной массы тут показаны некоторые результаты которые получены и опубликованы из нашей лаборатории вот например мы умеем получать такие эритроциты ретроцитарную массу из IPS клеток из репрограммированных клеток но опять-таки увы Япония делает широкие шаги и на самом деле в сентябре 2018 года министр здравоохранения Японии объявил, что в следующем году, начиная в 2019 году, они начинают клинические исследования тромбоцитов, полученные из IPS клеток. То есть вообще стремительно все идет вперед и массово начинают клетки переходить на стадию клинических исследований. Наверное, всегда возникает вопрос, а что у нас? А что у нас? А у нас в квартире газ. За эти годы, кроме того, что отменили не так давно знак шипы на заднем стекле автомобиля и штраф за этот знак, у нас вот одновременно, кстати, одновременно в тот же год с введением знака шипы и штрафа за него был принят федеральный закон о клеточных технологиях, который регулирует обращение клеточных продуктов и по сути он сделал невыполнимой, практически неуполнимой какие-либо работы в области клеточных технологий, поскольку те требования, которые он диктует клеточным продуктам, они... То есть это ограничительное, в общем, не способствующее. Жутко ограничительное, в том числе и на исследовании, поскольку он возникает в связи с разработкой и доклиническими исследованиями. Это сильное ограничение. И понимаете, это вот как раз в то время, когда, например, когда, вот как я сказал, в Японии, где было близкое законодательство к российскому, где тоже были большие очень ограничения, они пересмотрели свое законодательство навстречу и пациентам, и инвесторам, для того, чтобы можно было делать все быстрее, а не десятилетия, индивидуальнее, более открыто и с большим интересом для инвесторов. Вот таким образом это было пересмотрено. И вот с 2015 года он вступил в действие, этот закон, в Японии, и, собственно, на него ориентируется. И именно поэтому сейчас там такой всплеск клинических исследований. Но, конечно же, мы ко всему должны относиться аккуратно, внимательно, и даже к пересмотрению законов, потому что 18-й год, и, собственно, последние несколько лет были посвящены расследованию со стороны всего мирового сообщества. Достаточно двух громких дел, это одно дело, в котором даже вот замешано было опять-таки наша родная сторона. Он получил колоссальный грант, он в Краснодаре в больнице работал. Да, да, был, значит, Паулом Макеорини. С лекциями здесь выступал. Но, понимаете, у нас-то ладно, а вот то, что из Каролинского университета вынуждены были уйти все члены Нобелевского комитета, и даже позапрошлого, 17-го года, по-моему, или 16-го года... Вот из его соавторов, по-моему, самоубийством чуть не или по-моему. Нет, нет, это японское, это немножко другое, но они ушли, и тогда стоял вопрос, что в тот год может не быть Нобелевской премии по физиологии медицины, потому что комитет как бы распался, ну, собрались, слава богу, но, тем не менее, это Паула Макеорини, так сказать, по которому уже вердикт вынесен, который фальсифицировал данные по трансплантации, по использованию клеточных технологий для трансплантации трахеи. И второе, это Пьер Анверс, так сказать, считался, я с ним встречался на конференциях, конечно, был светило, и уже, однако, с 14-го года началось расследование его статей. 31 статья, а вот тоже. Да, да, 10 миллионов институт, вот Гарвард вместе с Брайлом, да, Женским госпиталом должны были вернуть обратно, потому что они были взяты в Национальный институт здоровья США для проведения клинических исследований по его технологии, и представляете, вот не дай бог, там эти клинические исследователи, уже люди, уже больше и больше, если бы фальсификации продолжились и дальше, так как это было, ну, правда. Здесь жертвы были, здесь люди умерли. Здесь люди умерли, но клинических исследований не было. В России, в том числе, он проводил это, так скажем, незаконно. Незаконно. Вот, конечно же, это все мы должны помнить, и наряду с тем, что обладать определенной смелостью, мужеством, оттолкнуться от берега, прыгнуть в какую-то пучину, вот, конечно же, при этом должны быть и чистые руки, и совершенно четкое убеждение, что ты намеренно, как в случае вот этих двух ребят, ты намеренно не обманываешь научное сообщество, не вводишь в заблуждение и не способен навредить. Хотя, любое лекарство, как говорил Працельс, яд, это лишь вопрос дозы. Спасибо большое. По скриптуме к сегодняшней программе я хотела затронуть, коротко хотела просто обозначить тему саморегуляции в научном сообществе. В случае генной инженерии она имеет конкретную совершенно точку отсчета. Это 1975 год, знаменитая Силамарская конференция, когда нобелевский лауреат Пол Берг, автор, создатель первой рекомбинантной молекулы ДНК, осознав, что он сделал, тут же собрал коллег со всего мира, и люди заседали, по-моему, даже чуть не 10, не или 2 недели, вырабатывая правила работы с такими генной инженерными конструкциями. Они поняли, что создали что-то такое, требующее контроля. Что здесь важно в моей мысли, что я хочу донести, то они приняли добровольно, не то чтобы мораторию, но добровольно приняли правила обращения с таким материалом. И это работало, и это соблюдалось 40 с лишним лет. Что произошло сейчас с Хэдзиан Куэм? Это новое поколение, он 84-го года рождения, он не затронут осиламарскими принципами. То есть такое ощущение, что произошел сбой, и это перестало работать. Ну, честно говоря, я бы так не сказал, ведь, а что с Хэламар, вот все-таки в результате, что это оказалось действительно так страшно? Нет, ни одного случая не было. Ни одного случая не было. Она была создана после чего? После того, как Берг уже сделал генные рекомбинантные технологии, появились. Это все произошло потом. Ну, там вообще речь-то шла о чем? Не сливать в канализацию рекомбинантную ДНК, держать ее под фенолом. Там были вещи простые, чтобы не покидалась тень лаборатории. Да, да. А О'Дзиан Куэ покинула? Ну, пока еще не покинула, пока еще находится. А мы не знаем, мы не знаем, где они. Но, несомненно, но тут ведь совершенно другое. Во-первых, надо сказать, что когда на той же самой конференции, на втором международном саммите, на котором Хедзин Куй докладывал эти результаты, и когда стали звучать глаза, давайте мораторим, давайте изобретим, все сказали, нет, ни в коем случае. Единогласно было, нет, ни в коем случае. Более того, как отметил руководитель FDA США по управлению медицинскими продуктами, главный контролирующий орган США, сказали, что научное сообщество на Хедзин Куй отреагировало очень холодно, терпимо, спокойно. Никак. Вообще никак. То есть никаких, ну да, там прошло сообщение, 100 китайских ученых, их 1,3 миллиарда, я вам скажу, китайцев, у них как минимум несколько сотен, ну там несколько миллионов ученых-то точно есть, и 100 человек написали что-то против этого. Почему они написали 100 человек? Я думаю, что завидуют так же, как и Жанг, который выступил, сказал, как? А он выступил тоже, да? Конечно, нет. Все, которые обладатели прав, да, дудно я читала, да. Они выступили прав. Почему? Да потому что права уже не их. Потому что права уже, во-первых, утекли. Поздно. Права ушли на эту технологию. Теперь о другом. О том, что вот эти вот девочки измененные, там ходят, ну что значит измененные? Ну да, вполне осознанно в них была внесена европеизирующая мутация. Вполне осознанно. А что неосознанно на протяжении всей истории человечества? Не существовало религиозных браков, которые ограничивали распространение геномов и генофондов. Это тот же самый отбор. Клановые какие-то. Конфессиана это все сохраняет. Это то же самое. Это не так быстро, не так технологично, но по сути человек, в общем-то, он всегда сам каким-то образом отбирал, модифицировал в ту или иную сторону геномы. Хотел он этого, либо не хотел. Ясно ваша точка зрения. Спасибо. Продолжение следует...